О том, как развивается стартовавший месяц назад официальный КВН-сезон, говорили сегодня на Авторадио. Зампредседателя молодежно-общественной организации КВН-ИАО Ирина Мершиева поделилась отрадными после многолетнего простоя движения в нашей области новостями. Жизнь в клуб веселых и находчивых возвращается, и чтобы эта жизнь оказалась долгой, решено развивать КВН детский, а для этого надо научить взрослых. 30 сентября у нас стартует школа КВН для педагогов. Мы будем обучать именно педагогов, чтобы они у себя на местах в школах могли заниматься своими командами, то есть будут их готовить. То есть мы обучим их первоначальным навыкам, а зам КВН, как собрать команду, как с ней работать, какие конкурсы готовить. И хотелось бы отметить, что мы пока на сегодняшний день единственная лига, которая занимается обучением именно педагогов. КВНщики не перестают и сами учиться. Бессменный главный редактор областного клуба Сергей Козин только что в Анапе изучил и освоил самые современные формы работы. Он прошел обучение, посетил семинары, которые были организованы руководством Всероссийской юниор-лиги КВН. Семинары проводили редактора телевизионного проекта «Детский КВН». На семинарах Сергей узнал, как правильно отбирать команду, как готовить команду для телепроекта, как работать с командой, чтобы она вышла на телеформат. Во взрослом КВН также ожидается событие. 11 октября в Хабаровске пройдет четвертьфинал Центральной Тихоокеанской лиги, в котором примет участие новая команда от ЯО под названием «30+.». В нее вошли опытные и сильные игроки. Ирина также рассказала о должном уровне поддержки, которую власти и лично губернатор области Ростислав Гольштейн проявляют в деле возрождения областного КВН. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Андрей Терехин. Новости 21.